В Германии захотели демонтировать Северный поток, 2. Правительство Германии остановит процесс сертификации газопровода Северный поток, 2 до дальнейшего распоряжения. Об этом заявил канцлер Германии Олаф Шольц, передает немецкое издание Дирьто Геспиегель. Без этой сертификации Северный поток, 2 не может быть запущен, сказал канцлер. Он заявил, что Россия нарушила свои международные договоренности и предприняла непостижимый, неоправданный шаг, признав независимость Донецкой и Луганской народных республик. Остановка процесса одобрения газопровода даст сигнал Москве, что такие действия не останутся без последствий, добавил Шольц. Обновлено. Канцлер ФРГ Олаф Шольц поручил остановить сертификацию газопровода Северный поток, 2. Ну что ж, добро пожаловать в новый мир, в котором уже скоро европейцы будут платить 2000 евро за 1000 кубов газа, написал в твиттере зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев. Северный поток, 2 проходит по дну Балтийского моря от российской услуги до немецкого Грайфсвельда. Работы по укладке труб газопровода завершились в сентябре 2021 года. В ноябре власти Германии временно приостановили сертификацию компании Nord Stream 2 в качестве оператора газопровода, заявив, что она должна привести свою организационно-правовую форму в соответствии с законами Германии. После того, как осенью 2021 года Россия начала концентрировать войска у украинских границ США неоднократно угрожали остановкой Северного потока в случае российской агрессии против Украины. Олаф Шольц ранее уклонялся от прямого ответа на вопрос о санкциях против Северного потока. В начале февраля сообщалось, что Украина отменила встречу президента с главой МИД ФРГ, поскольку Тани стала гарантировать отказ Германии от газопровода в случае вторжения России в Украину. Парламентская группа Свободной демократической партии, СВДП, хочет демонтировать Северный поток. 2. Об этом в пятницу, 2 сентября, сообщает газета Диуэлт. Какая судьба может ждать проект в нынешних условиях отмечается, что в Германии хотят максимально быстро перестать закупать сырье и энергоресурсы из России и Белоруссии. С самого начала строительства газопровода Северный поток было кремлевским геополитическим проектом, направленным на изоляцию Украины. Именно поэтому строительство газопровода Северный поток, 2, в частности, вызвало значительное недовольство и дипломатически изолировало Германию, говорится в документе. Представители партии считают, что на российскую агрессию необходимо отвечать экономическими санкциями. По их словам, первые эффекты уже видны. В этот же день депутат Комитета по энергетике и защите климата в Бундестаге от партии «Альтернатива для Германии» Марк Бернхарт в интервью «Известием» заявил, что первые крупные демонстрации из-за энергетического кризиса могут состояться в Германии уже в сентябре. По его словам, рост цен в стране был вызван многолетней непродуманной политикой правительства, а нынешняя ситуация лишь все обострила. Переживет ли Германия зиму, уточнил Бернхарт, зависит от климата и поставок из РФ по действующему контракту. Ранее, 30 августа, сообщалось, что активисты провели демонстрацию перед терминалом Северного потока-2, СП-2, в общине Лубмин на северо-востоке Германии с требованием запустить газопровод. В акции участвовал лидер ультраправого и идентистарного движения Австрии Мартин Сильнер. Он пригрозил, что сам ведет трубопровод в эксплуатацию. 3 августа экс-канцлер ФРГ Герхард Шредер заявил, что справиться с проблемой поставок топлива в Германию можно с помощью запуска СП-2. Он осудил отказ нынешних властей от проекта, предупредив о грядущих последствиях, в том числе и о снижении уровня жизни населения. До этого, 29 июля, начать поставки газа из России в Германию по СП-2 призвал депутат Бундестага от левых Клаус Эрнст. Эти слова немецкого парламентария депутат Госдумы от ЛДПР Аркадий Свистунов назвал глазом выпиющего в пустыне. По его мнению, такие заявления ни к чему это не приведут. «Евробюрократы не отступят от своей позиции русофобии, которую они продвигают изо всех сил». 20 июля президент РФ Владимир Путин отметил, что Европа пренебрегла традиционной энергией, сделала ставку на альтернативные источники и столкнулась с таким плачевным результатом. При этом Запад перекладывает ответственность на Газпром за проблемы с энергетикой в Европе. Также российский лидер заявил, что цены на энергоносители поползли вверх в результате политики Запада. СП-2 был возведен для транспортировки природного газа из России в Германию по дну Балтийского моря. Строительство было завершено в 2021 году, но газопровод так и не был введен в эксплуатацию, так как Германия приостановила процедуру сертификации.